Во всем снифам должно быть снизу, потому что если этот гвоздь выдернется, он сыграет кому-нибудь в глаз, понимаете? Ну что, наверное, уже ненадолго осталось. Да, понимаете, вот это сделан ремонт двери, списан в отчете. Пойдемте дальше. Дальше это разбитые окна и текущая крыша. Экскурсия по одному из подъездов на Кубинской 16 для представителей общественного контроля. Их сюда сегодня вызвали жильцы, которым надоело бездействие управляющей компании. Мы ждали какие-то подвижки от него. Но я говорю, когда нам отчет предоставили за 2009 год, и мы увидели, что у нас просто вот эти все работы надуманы. Вот один пункт, чего стоит благоустройство территории. У нас кустика не посажена здесь руками Васильева. Если что-то и делают, скамеечки или что-то делают сами жильцы. А сами жильцы еще год назад разделились на два лагеря. В двух подъездах, где ремонт сделать успели, работа и управляющая компанией довольны и претензий никаких не имеют. Все чистенько, аккуратно. Все соседи порядок поддерживают. А вот в оставшихся восьми подъездах краска на стенах 30-летней давности. И жильцы этих квартир против работы жилстройприоритета. И по их мнению, некрашенные стены – это еще полбеды. Гораздо большее беспокойство вызывает состояние подвала. Подвал. На прошлой неделе вызывали аварийку из города. Приехали городские аварийщики, спустились в подвал и говорят, как вы здесь живете. У вас в следующем году вообще не будет ни отопления, ни воды, ни холода, ни горячего. Все сгнило. Он должен куда-то уходить в трубу, а он льется прямо вот сюда. Канализация из медпункта стекает прямо на пол. В результате грязь, вонь и гниющие трубы. Но, по словам директора управляющей компании, жильцы сами поставили барьер ремонту. Мы предлагали людям создать насыжение и провести дом под капремонт. Дом был осмечен. То есть весной дом провели капремонт. Было вообще в идеальном состоянии. Но, собственно, отказались. Вот эта же инициативная группа кричала, зачем нам это надо. Точку в этом споре поставят уже через неделю. Жильцы дома приняли решение сменить управляющую компанию. Городские власти сегодня напомнили – право свободного выбора имеет каждый дом. И каждый житель вправе требовать исполнения всех обязательств, прописанных в договоре. За этим теперь будет следить и общественный контроль. Уже 10 дней в Вологде работает специальная горячая линия. Сразу по трем номерам, которые видите на экране, принимают жалобы жителей. На сегодняшний день поступило уже более 700 звонков, 700 заявлений. Они носят разный характер. В основном это жалобы на уборку территории, на работу управляющих компаний. Такая востребованность по сенеце звонков в день – это лучшая иллюстрация наболевших коммунальных проблем. В этом году городские власти вместе с волокжанами намерены привести в порядок рынок коммунальных услуг. Работа ведется с ними ежедневно. К сожалению, не все нас до конца слышат. Поэтому те, кто не слышит, как уже сказал глава города, нам не нужно такое количество управляющих компаний в городе. Останется их меньше. Те, кто на самом деле умеет работать, осознает, что управление жилыми домами – это в первую очередь социальная ответственность перед людьми, а уже во вторую очередь бизнес. Поэтому, в том числе и по итогам звонков на горячую линию, к концу года будут составлены рейтинги управляющих компаний. Предполагается, что из 42 их останется около десятка – самых лучших и сильных. Им и отдадут управление города. Людмила Маленина, Максим Тышковец, Василий Попурин. Новости Вологды.